Кировские депутаты встретились на предпоследнем в этом году городском совете. Основная тема, которую обсуждали народные избранники, бюджет города на 2018 год. Подробности в следующем сюжете. Начался городской совет с приятного, с награждения. Чествовали работодатели, занятых в программе трудоустройства подростков. Одной из государственных задач и на местном уровне, и на региональном, является трудоустройство школьников в течение не только летних каникул, в течение всего года. Это очень тяжелая задача. У нас каждым годом усложняется и теми требованиями, которые предъявляют надзорные органы и так далее. Но, тем не менее, хочется выразить огромную благодарность и по поручению председателя комитета по труду и занятости Муромской области, и по поручению губернатора Муромской области. Поэтому сейчас буквально коротенькое награждение лучших работодателей, благодаря которым город Кировска является одним из самых лучших в этом направлении. Благодарственные письма вручили Елене Караваевой, директору Центра детского творчества «Хибины», Вадиму Турчиному, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Народный контроль». Передали благодарственное письмо губернатора Муромской области, администрации, кировского филиала акционерного общества «Апатит». После депутаты перешли к обсуждению главного финансового документа города. Для проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов – это уже вторые чтения. 15 декабря состоялись публичные слушания. Основные характеристики бюджета города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов определены у нас в следующих объемах. Объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 1,845,000,000 рублей, на 2019 год – 1,721,000,000 и на 2020 год – 1,627,000,000. Объем расходов бюджета на 2018 год – 1,933,000,000,000, на 2019 – 1,674,000,000 и на 2020 год – 1,522,000,000. На 2018 год у нас прогнозируется дефицит бюджета в размере 88,094,000 – 9,6% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений. И на 2019 и 2020 годы профицит бюджета в размере 46 и 105 миллионов соответственно, который будет направлен на погашение муниципального долга муниципального образования. Документ одобрили единогласно. В следующий раз депутаты соберутся в последних числах декабря. На повестке дня – отбор проектов для программы формирования комфортной городской среды.